И стать крутыми хакерами, то нужно будет поднапрячься и сделать какой-то прибор с интернетом вещей, связанный с выходом в интернет. Но хотелось бы, чтобы вы придумали какой-нибудь свой проект. Итак, тематика, как вы уже поняли, это планета, глобальные проблемы, экология, метеорология, можно сделать метеостанцию какую-то. Это может быть здоровье, что-то связанное с измерением температуры тела человека и отправкой в интернет, чтобы все врачи знали, какая температура у людей в городе. Ну, круто же. Или, может быть, какая-нибудь штука для полива ваших цветов. И вот в этом направлении подумать, что касается нашей планеты, планетарных масштабов, и что можно сделать с помощью микробита, его датчиков, различных программ, которые мы с вами научимся писать. Ну вот, к примеру, давайте подумаем, что бы мне такое сделать с помощью микробита, полезного для человечества. Ну или не обязательно для человечества, может быть, для моего сада. Сад же есть у всех, наверное. Давайте мы к микробиту, например, приделаем датчик, который измеряет влажность, и будем в теплице мерить влажность воздуха. А когда у нас влажность слишком высокая, мы должны теплицу проветрить, например, чтобы наша там клубника выросла, да, мы откроем форточку. А влажность слишком низкая, мы закроем, чтобы у нас пар был в нашем парнике. Вот такой проектик «Умная теплица» с помощью датчика влажности, да. Можно что-нибудь про здоровье подумать. Например, фитнес-трекер, у кого есть плюсики, напишите быстро. У кого-нибудь, ну или у родителей. О, фитнес-трекер один есть, еще у кого-нибудь фитнес-трекер, кто фитнесом занимается. Ну, понеслось. Фитнес-трекер тоже, кстати, выходит в интернет через телефон, правда, но неважно. Вы можете сделать тоже штуковину, которую можно будет закрепить на теле, которая будет считать, сколько вы сожгли калорий, исходя из шагов и вашей массы тела. Вот почему нет, интересно, такой примерчик. Вот, такое тоже можно будет сделать. Ну, я думаю, что мы еще не обговорили вот какую тему. Значит, а для чего все это делается? Для чего все эти датчики, этот интернет куда-то все передавать? Дело в том, что мы с вами переходим в такую эпоху, вот вы немножко сейчас подрастете, как я говорил, да, доучитесь в школе, куда-то будете поступать. И важными профессиями будет не профессия программиста, может быть, которой кто-то из вас стремился, а даже не профессия, может быть, электронщика в классическом представлении, который, знаете, радиолампу куда-то вставлял, а, например, профессия человека, анализирующего большие данные. Что такое большие данные? Вкратце объясню. Вот у нас наш большой интернет на всю планету. Кстати, Илон Маск запускает, помните, да, кучу спутников, чтобы у всех, у всех на планете был интернет. Слышали такое, да? Он там каждый месяц запускает там по 30 штук. То есть скоро будет даже у рыб в океане интернет. Мы можем эти данные собирать, как-то анализировать. Этих данных очень много, и они очень быстро поступают, поэтому их называют большие данные. Слышали такой термин? Big data. Плюсик поставьте, кто слышал. Большие данные. Ну, вот мы с вами тогда с ними поподробнее разберемся еще. Значит, у нас будет один, часть шедевров, связанные вот с чем. Мы с помощью наставников, вы зарегистрируетесь потом в интересной системе по сбору данных. Мы с вами будем собирать дневную информацию о каких-нибудь параметрах, там, о влажности, о температуре, о давлении, да. И отправлять эту информацию в облако, фиксировать изменения за сутки и можем сделать какие-то выводы, например, о погоде на завтра сами. То есть посмотрели, как меняется график температуры, примерно почитаем с вами, как строятся прогнозы, и вы сможете сами стать гидрами центра и какую-то погоду предсказывать. Ну, конечно, примерно, не так, как делают профессионалы, но все-таки. То есть мы с вами такую вещь сделаем. Дальше. У нас с вами будет два насыщенных дня. Давайте я с вами немножечко это тоже обсужу. Ну, в принципе, наверное, как в других направлениях. У нас будет каждый день по воркшопу, он будет где-то днем, на котором мы будем с вами с микробитом интенсивно работать. Не так, как вы сейчас это делаете, с отчетами какими-то, да. Нужно будет выполнять задания пошагово, вот с этими различными датчиками, микробитом, и получать какие-то результаты. Результат нужно будет выкладывать и фиксировать, конечно. То есть не получится так, что вы что-то там в темноте делаете, непонятно что. И после воркшопов у вас будет время, чтобы вы работали над проектами. Поэтому... Ну, еще момент. Над проектами нужно работать в командах. Я надеюсь, вам в этом говорили. Ну, например, там, вдвоем, троем. Вы это можете делать онлайн вполне, то есть обмениваться какими-то идеями, выработать какую-то концепцию общую. И вот эти самостоятельные занятия, они будут командными. Поэтому те, кто в направление поступает, заранее подумайте. Может быть, вы наверняка уже познакомились друг с другом, да. Может быть, заранее придумаете общий какой-то шедевр. И это будет ваша команда. Вы потом будете работать все время вдвоем или троем. И, соответственно, отчитываться тоже будете вдвоем, троем. Это очень удобно, чем работать в одиночку. Поэтому обязательно об этом подумайте. Ну, наверное, я рассказал все, что вам хотел. Основная мысль остается той же. Мы будем делать электронные гаджеты. Будем работать с интернетом, с различными датчиками. Все, что, наверное, делают где-нибудь ваши сверстники, слышали там, Ардуино, робототехника, да. Это все про это. Это электроника. Мы начнем просто немножко с другой стороны, но тоже очень здорово и интересно будет. Поэтому, наверное, на этом закончим. Спасибо, Олег. У нас так довольно лаконично получилось описание направления планеты. Олег, можете вы еще раз для того, чтобы подвести какую-то черту? То есть, кого бы вам, например, было бы интересно, симпатично видеть на вашем направлении? И, соответственно, каким ребятам вы могли бы порекомендовать, например, к вам присоединиться? Смотрите. Во-первых, если у вас есть, ну, понятная тяга к технике. Если вы знаете, как пользоваться своим компьютером. Если вы знаете, что такое у него видеокарта, например, и чем она от процессора отличается. И если вы видите себя инженером, современным хай-тек инженером, да, то это вот в это направление. Несмотря на то, что оно называется планета, просто потому, что оно все объемлет. То есть, я слышал, что у вас был в самом начале при поступлении челлендж по созданию Incredible Machine, ну, машины Гутенберга, да, сложные такой. Вот кто это делал и кому понравилась инженерия, в том числе, как бы в компьютерной технике, да, это сюда. То есть, технари. Спасибо. Ребята, если у вас есть какие-либо вопросы к Олегу, вы можете прямо сейчас задать их в чате, для того, чтобы, может быть, какие-то моменты непонятные для себя прояснить. Или, может быть, просто получше познакомиться с Олегом, если у вас есть... А, давайте я даже вопросик задам такой. А кто-нибудь знает, что такое Ардуино? Напишите плюсики. Кто знает, что такое Ардуино, напишите, пожалуйста, плюсики в чат. О, отлично, отлично. А если кто-нибудь еще и видел Ардуино или что-нибудь с помощью нее делал, это вообще прямо, это в планету. Без вариантов. Вот, но на самом деле работать мы будем с гораздо более прикольной штукой, с микробитом. Это очень здоровская вещь. Мы с вами разберемся, как она работает, и вы сможете потом свои школьные проекты сделать с помощью микробита. Я думаю, что это будет волшебно. Есть какие-нибудь... О, кто-то делает гаджеты. Круто, круто. Интересно, Ярослав, а что это значит? Какие гаджеты ты делаешь, если ты можешь описать поподробнее? Было бы интересно. Да, есть люди, которые действительно знакомы с Ардуино. Есть плюс-минус, видимо, имеют некое представление, но не до конца знакомы. Познакомимся, познакомимся, изучим, попробуем. Кстати, с помощью микробита получается прикольный робот. Я потом вам дам ссылочки после наших мастер-классов, как их можно сделать. И светомузуку тоже. Пульты управления еще. Пульт управления. Насколько я могу понять, вопросов у нас больше в чате нет. Олег, спасибо вам большое еще раз. Напоминаю, что с нами был Олег Евсегнеев, руководитель направления «Планета». Ребята, пожалуйста, посмотрите записи всех предыдущих направлений. Запись с Олегом мы также в скором времени выложим. Определяйтесь, что вам больше всего интересно, что вам больше всего нравится. И мы вас ждем на втором этапе нашей программы. Смотрите, как нам Олег подмигивает. Троечкой. Всем большое спасибо. Всем успехов. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok